Доктор Бина Асинг, предприниматель, общественный деятель, экономический аналитик. Здравствуйте, доктор Бина Ай. Здравствуйте, это Михаил. Ну что ж, у нас ряд есть актуальных тем. Конечно же, начнем с российской агрессии против украинской портовой инфраструктуры. За последние две недели Россия методично уничтожает портовой потенциал Украины, инфраструктура Украины расположена в Одесской области, украинские порты на Черном море, на Дунае, то есть Мурской речной порт. Почему, на ваш взгляд, нет должной оценки со стороны Запада на эти акты террора Российской Федерации? Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, девчонки. Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Нету и Запада препятствия, или Запад не отвращает это все, потому что Запад не хочет вместиться прямым и смыслом. Запад показывает, с одной стороны, поддерживает Украину, а с другой стороны, они на все это смотрят таким образом, что это все продолжалось. Это как даже в воду не надо глядеть, так понятно. А с другой стороны, и здесь этот конфликт еще связан с Россией, и Россия ведет переговор с Эрдоганом, и даже Путина. Встреча еще не назначена, но планируется. По поводу этой жерновой делки. И Россия хочет по-любому выиграть этот делок по поводу жернов, потому что это для России выигрыш. И поэтому Россия сейчас обстрелом занимается, и у нас Одесский порт поврежден. И вчера, да, вчера, второго числа, они ударили по Украинское и Дунайское прокурорство, и порт Рени, Измаил. Поэтому Россия всячески действует для того, чтобы провокировать конфликт на почве жерновой делки. И Россия не хочет ни в каком случае, чтобы только соучаствовать в Украине, дали ООН, осуществлять экспорт-экспорт. Поэтому со всех сторон Россия действует и хочет разрешать все портовые инфраструктуры, для того, чтобы Украина не могла экспортировать жернов. И то, что жернов, 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 то, что жернов не действует, потому что жернов не хочет идти здесь. С одной стороны, так как Украина не НАТО, они не могут, в первом смысле, действовать и тут препятствовать. А тут только один выход. Это силовым путем добиться победы. А переговорами, разговорами, это дай бог, чтобы хотя бы можно было договориться. Хотя Россия не прямой договаривается с Украиной, а сейчас через Турцию договаривается. Турция как бы посредник, если больше. Но, тем не менее, дьапад не хочет себя фигурировать. Да, вот то, о чем вы говорите, безусловно, важно, но это экономическая компонента. Есть и военно-политическая составляющая. Сегодня, я думаю, что вы слышали информацию о том, что на территорию Румынии залетело несколько российских беспилотников в момент атаки на Дунайское проходство Украины, в момент атаки на протовую инфраструктуру Украины. То есть, фактически, мы имеем дело с де-факто вмешательством в воздушное предстанкство НАТО, потому что Румынии входят в НАТО. Несколько дней назад белорусские истребители залетали в воздушное предстанкство Польши, и тоже не было реакции. То есть, создается впечатление, что НАТО делает все, чтобы избежать прямого эффекта с России, прямой эскалации. Это при том, что совокупная численность населения НАТО — это около миллиарда человек. Я уже не говорю про экономический потенциал. Почему, на ваш взгляд, вот такой страх перед государственным агрессором России после полутора лет войны, когда в мире, по-моему, не осталось ни одного эксперта, который бы считал, что российская армия — это вторая армия в мире? С одной стороны, можно это предполагать, что из-за того, что Россия вовремя войны и до сих пор пугает ядерным оружием. Второе, что есть такое предположение, что могут взорвать атомные станции Украины. Это тоже для Европы очень нехороший шаг, и может это очень... то есть закончится очень плачевно. Второе, по-экономическому тоже получается, что если НАТО начинает вместо России, Россия начнут с натовскими странами тоже воевать, тогда у нас будет третья мировая война. Тоже извиняюсь. Поэтому тут... Я не боевый эксперт, но я так могу по экономическому фронту связать, что это из-за того, что... Но все равно, для обеспечения до сих пор Европы получается... Сейчас... Как говорится? Да. Вы понимаете, складывается такая, если мы чуть-чуть поднимемся на ситуацию, складывается интересная картинка, которая говорит о логике поведения государства-агрессора России. То есть обрубая морские, речные возможности экспорта для Украины, фактически как бы Россия подталкивает Украину к наращиванию экспорта сухопутными путями, да? Это автомагистралями, это железной дорогой. Но мы знаем, что сейчас как раз это вызывает серьезное беспокойство среди восточноевропейских стран. И даже на фоне ограничения экспорта украинского зерна, точнее транзита украинского зерна, сейчас мы видим накал отношений между Польшей и Украиной. Кажется ли вам, что помимо, скажем, снижения экспортного потенциала Украины на мировом рынке зерна, Россия преследует еще совершенно конкретную цель поссорить Украину с ее близкими друзьями, союзниками, такими как Польша, например? Да, конечно, Россия пытается это делать. Потому что Россия это выгодно. Чем меньше у тебя будут союзники, чем меньше у тебя будут соседей, которые тебя будут поддерживать, чем лучше для России, чтобы воевать с Украиной. И чем будут эти... Они будут всячески это делать, провокировать и провокации делать. Поэтому мы сами знаем, что Запад испытывает инерциальный страх перед Россией. И, по-моему, это проблема современной демократии, которая проигрывает авторитетным режимам и смирности, и скорости предпринимательства. Поэтому у Диапа здесь только два страха связанных с Россией. Первый, это неконтролируемый распад, а второй, это ведение долгой войны с Россией. Они хотят как раз, чтобы долгая война с Россией продолжалась. Для того, чтобы они могут таким образом постепенно, постепенно действовать и больше обессилить. Сейчас и санкциями, и экономическими, и тем не менее у них-то экономика растет. Вот как наш президент говорил, что Америка и другие страны теряют деньги на этой войне, а мы теряем людей, которые не осполним, которые не могут взять другого человека. На деньги можно заработать, на деньги можно заработать. Поэтому вот так. Россия, конечно, действует, что в Китае поссорить Украину с Молдовой. И поэтому в Приднестрове тоже сейчас тесто испионских скандалов сейчас случилось. Ну что ж, да. В завершении, доктор Бина, я хотел бы все-таки поговорить о перспективе, потому что в любом случае Украина победит. Вопрос в сроках. Понятно, что эта победа не случится завтра. Эта победа может даже не случиться послезавтра, она обязательно случится, потому что борьба с российской агрессией это не спринт, это марафон, который Украина, безусловно, мужеством граждан Украины обязательно пройдет. Что будет потом? Как восстанавливать украинские порты? Украинские порты будут восстанавливаться с помощью инвесторов и Запада, Европа, и Африканские страны, и Африканские страны. Все будут действовать. Украина ждет бомб после победы над российской агрессией. И Украина будет инновационный проект и будет технология, потому что после победы в Украине обязательно и здесь будет новая технология, которая будет защищать порты украинские инфраструктуры. Не будет такого, как сейчас происходит, потому что этого мы никогда не представили, как и ковид. Ковид мы прошли, и все порты имеют другие инвестиционные технологии. Это для того, чтобы преотвращать то, что происходило во время ковид и в дальнейшем стомене. Также, после войны все будет по-другому и все будут переоборудоваться все порты и бездействия всего мира я не надеюсь, я уверен, что строители и специалисты и инвестиции, которые будут, там будет новая Украина. Новое Черное море будет порты, которые будут новые установлены инновационной технологии. Доктор Бинай, я вам очень благодарен за это интервью. С вами был доктор Бинай Синфа, предприниматель, общественный деятель, экономический аналитик. Оставайтесь с нами, оставайтесь с телеканалами мэйдинг. Прямо спасибо. Субтитры подогнал «Симон»